Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ в студии прямого эфира Елеман Раимбеков. Автотрасса Кукпек и Ген не соответствуют требуемым стандартам. Проводимый текущий ремонт дал трещину и приходит в негодность уже через неделю после работ. В чем причина смотрите в следующем сюжете. Трасса республиканского значения Кукпек и Ген находится в ведении государственного предприятия Казахавтодор. Сейчас их представители латают ямы и приводят в надлежащий вид участок с нулевого по 41 километр и с 53 по 88. Но весь труд оказался мартышкин, говорят подрядчики. Всему виной тяжелые фуры и грузовики. Данная территория составляет порядка 25-30 тысяч квадратных метров. Затраты на этот участок составляют 140-150 тысяч тенге, то есть огромные средства. Мы поставили везде знаки о ремонтных работах, но все игнорируют. Во время текущего ремонта масса проезжающих автомашин не должна превышать 8 тонн. И так в течение 15 дней и после окончания работ. Весь этот период контроль за проездом большегрузного транспорта должна осуществлять областная инспекция транспортного контроля. Мы проверяем качество накладываемого асфальта. Согласно нашим проверкам, на данном участке трасса соответствует всем требуемым республиканским стандартам. Но дороги не успевают сдаваться в эксплуатацию, как уже требуют ремонта. Если бы ответственные лица поставили дежурящих контролёров, то народ будет ездить по качественным автотрассам. Подрядчики надеются, что будут услышаны. Иначе о качественном дорожном полотне можно будет только мечтать, говорят они. Цифровизация. 80% государственных услуг оказывается через электронный портал ЕГОВ. Это удобно, быстро и, главное, в период пандемии коронавируса безопасно. Для пропаганды новых возможностей по всей территории Алматинской области проводятся разъяснительные работы среди населения. Жителям рассказывают о том, как пользоваться порталом, как открыть электронную цифровую подпись, не выходя из дома, и о преимуществах электронного документоборота. Наша цель – повысить грамотность населения в плане цифровизации. За первый квартал в Сарканском районе оказано 1848 государственных услуг. Из них 1621 в электронном формате. Это говорит о том, что мы идем в развитие в сфере электронных услуг, ведь за ней будущее. Великая Отечественная война осталась большим пятном в истории человечества. Те годы хорошо помнит турженица тыла из Сарканского района Зоя Стишенко. Когда началась Великая Отечественная, ей было всего 8 лет. Но, как и многие другие, лишившись детства, она отправляла на фронт сшитые вещи и выходила работать на поле. В феврале месяце наш отец погиб под Москвой. Нам пришла похоронка, было много слез, горе. Отец Зоя Стишенко, Дмитрий Царенко, отправился на фронт в 1941 году. Весть о его смерти пришла в феврале следующего года. Но о месте захоронения родственники погибшего не знали. Вплоть до 2010 года. Благодаря архивам на просторах интернета сумели найти и посетить могилу под Москвой. В военные годы Зоя Стишенко утром ходила на занятия. Вечером вместе с матерью вязала носки, перчатки, шарфики солдата. И отправляла на фронт. А днем ходила на поле собирать колоски. Делится воспоминаниями 86-летняя бабушка. Во время войны почему-то была засуха. Пшеница росла очень маленькая, низкая. Комбайна не было. Убирать урожай некому было, потому что мужчины все ушли на фронт. И вот мы, дети, шли на поле и руками, даже не серпом, потому что очень маленькая, низкая была пшеница. Мы рвали эту пшеничку, складывали ее в копны. Больше всего хотелось мирного неба. О беззаботном детстве даже и не мечтали, говорит она. После окончания войны поступила в Лепсинское педагогическое училище. Проработала педагогом начальных классов 43 года. По достижении пенсионного возраста ушла на заслуженный отдых. Награждена несколькими юбилейными медалями победы. Мама молодец. Она очень сильна духом. Она, несмотря на свои годы, она помогает даже мне по городу, занимается рассадой. В общем, в силу своих возможностей, в силу своего здоровья она на месте не сидит. Она всегда в труде. Она очень трудолюбивый человек. Миру нужен мир. Пусть нынешнее поколение и потомки никогда не увидят ужасы войны. Желают ружинцы тыла. Елеман Раймеков, Айдус Калиф, телеканал «Житсу», Сарканский район. Волонтеры спешат на помощь. Тимурцы Сарканского района продолжают оказывать поддержку. Под их опекой уже 250 нуждающихся семей. Ежедневно они разводят продуктовые наборы и своим примером призывают предпринимателей к благотворительности. Взаимодействие волонтеров с предпринимателями и бизнесменами четко налажено. Совместными усилиями ежедневно 3-4 семей обеспечиваются продуктами. В продовольственных наборах, рассчитанных примерно на месяц, есть все необходимое. Такую поддержку получила и многодетная мать Багила Нурбалат. С мужем они воспитывают 9 мальчишек и одну дочь. Дочь самая младшая. Ей всего 9 месяцев. Старшему сыну 21 год. Нам волонтеры уже не первый раз привозят продукты первой необходимости. У них доброе сердце, всегда помогут, чем могут. Муж трудится на общественных работах. Помимо волонтеров, нам всяческую помощь, как многодетной семье, оказывает и государство. Не остался в стороне и благотворительный фонд «Холок», который отправил порядка 400 коробок. Каждая семья в списке получила уже по 3 коробки. В числе волонтеров и студент итальянского института Ла Сапиенца. Ирлан Муротбек – будущий архитектор. Приехал к родителям на время карантина. Решил присоединиться к движению волонтерскому, помогать семьям, кто нуждается. Потому что понимаю, что именно в селах, в регионах, особенно в лежащих аулах, действительно нужна помощь в такое сложное время. Всего за период чрезвычайного положения помощь нуждающимся оказали на общую сумму 2 миллиона 600 тысяч тенге. Благотворительность будет продолжена. Ирлан Раймбеков, Айдус Калиф, телеканал «Житсу», Сарканский район. Продолжаем выпуск. Под прицелом терминал. Полицейские Талдыкургана по горячим следам раскрыли дерзкое преступление. Ранее судимый гражданин посреди белого дня открыто похитил платежный терминал. Однако насладиться чужими деньгами ему не удалось. Рассказывает Антон Хатиновский. Думая о том, как без заморочек добыть денег, ранее судимый 31-летний житель Сарканского района решил похитить платежный терминал. В целях конспирации, натянув на голову капюшон и очки, молодой человек пошел на дело в один из торговых домов. Закинув по хозяйски на плечо технику, он загрузил автомат в поджидавшее его такси и направился к себе на съемное жилье. Ограрники удалились, его в этот момент я вытащил. Сами поднялись? Да, сам один поднял, да. Потом? Это не составило мне труда. И потом я занес его в подъезд, дом напротив стоит, рядом. Быстро занес и, получается, на лифте поднял на трех этаж. С лифта вытащил, занес домой, там ему по экрану ударило, где я снова по экрану упал. Весь путь злоумышленника стражи порядка проследили по камерам наблюдения и задержали горе вора, что называется, с поличным. Ранее он отбывал наказание за совершение разбойного нападения. Установлен и задержан 31-летний житель Сарканского района, у которого взяты, деформированный, похищенный терминал и денежные средства свыше 200 тысяч тенге. Подозреваемый признал себя в совершенной краже. Он сейчас находится в изоляторе временного содержания. Установлено, что задержан и был ранее судим. Досудебное дело расследуется согласно ст. 188, ч. 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Антон Хатиновский, телеканал ЖТСУ при содействии при службе Департамента полиции Алматинской области. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова